Кони-лошади-клячи. Выставка с таким названием открылась в Ярославском художественном музее. Это не только реверанс в сторону Нового года, но и повод достать из запасников работы, ранее не экспонировавшиеся. Лошадь, попавшая на афишу выставки, это репродукция картины Матвея Доброва. Создателям выставки показалось, что несмотря на специфический ракурс, этот образ наиболее ярко иллюстрирует основные характеристики этого животного. Его трудолюбие, стать и надежность. Лошадь – одно из первых животных, прирученных человеком. Она была непременным участником боевых действий и в работе главный помощник. Крестьянин, имевший в хозяйстве коня, считался зажиточным. На выставке лошадь представлена во всех ипостасях. Здесь и птицы-тройки, и махноногие лошадки, везущие хворостовоз, и мирно отдыхающие в конюшне. Грациозное и сильное животное вдохновляло многих знаменитых художников. Анималистические сюжеты писал Франц Рубо, известный как создатель Бородинской и Севастопольской панорам. Несколькими полотнами представлен на выставке Николай Самокиш, который иллюстрировал грандиозное дореволюционное издание «Царская охота на Руси». Сразу девять лошадиных сил перетаскивают корабль на картине Андрея Зарецкого через Печорский волок. Настоящая редкость – рисунок Валентина Серова. Он был передан в дар музею в начале 21 века. Эта вещь никогда не показывалась. Сейчас она представлена во всей своей удивительной прелести. Она отреставрирована. И мне кажется, что это такой шедевр здесь и особенная какая-то вещь. В хозяйстве теперь лошадка используется редко. В армии – только для участия в парадах. Остается любоваться этим прекрасным животным с теплотой, симпатией, иногда с умилением. На ежегодной конкурсной выставке «Парад ремесел» кони также не обижены вниманием. Участники всякого рода и племени – от кружковцев до профессионалов. Возрастной ценз отсутствует. За пять лет появились постоянные участники. Самая популярная номинация – народные промыслы в интерьере. А самая многочисленная – квилтинг или лоскутное шитье. Можно просто любоваться, а можно и пословицу выучить. Едет Тимошка на окошке по красивой дорожке. Самые разные подручные материалы, недорогие, но с любовью сделанные произведения. Очень интересно поданные. Поэтому я думаю, что жюри за один день навряд ли определит победителя. Выставка народных умельцев работает в режиме конкурса. Каждый посетитель может стать членом жюри, проголосовать за любого автора. Приз зрительских симпатий увенчает самого популярного из мастеров.